Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео я хочу взять такое короткое интервью у клиентов нашей компании, которые открыли свой бизнес на территории Европы и более того, сейчас занимаются деятельностью, которая очень схожа с деятельностью нашей компании. И сегодня здесь у меня в гостях Леонид, а точнее даже я в гостях в его офисе, и он расскажет основные моменты, чем занимается их компания. Здравствуйте всем! Хотел бы поделиться нашей деятельностью. Мы занимаемся в основном людьми и персоналом. Что самое главное? На польском рынке существует очень много компаний, которые трудоустраивают людей без всякого подбора, без осмотра и без дальнейшей жизни этого человека в Польше и в Евросоюзе. Что делали мы? Идеей нашей компании было создать центр, который будет сортировать людей из всего бывшего союза, отбирать их здесь непосредственно, естественно помогать им со всей документацией, да, и здесь на польском рынке давать им компанию. Но этот человек должен быть лучший из лучших. Не просто человек, который приедет, он не работал в Украине и не сильно хочет работать здесь, но здесь есть польский злотый, поэтому он будет работать здесь, потому что здесь ему выгоднее. Он должен приехать, он должен быть конкурентоспособен и он должен быть специалистом в своей профессии. И мы не хотим отправить сварщика на мясокомбинат, потому что КПД будет очень маленьким, правильно? Мы же это понимаем, потому что он умеет держать сварочный аппарат, а не нож для разделки куриц. Поэтому мы хотим соединить людей и компаний так, чтобы работник, мы, компания, все три стороны этот треугольник был настолько замкнутым, что мы с этого имели только-только, скажем, успех и продвижение этого треугольника. Хорошо, я поняла, что здесь речь идет именно о квалифицированных специалистах. И действительно таких очень много. Но знаете, что становится камнем преткновения? Это язык. Да. В чем суть? Я являюсь, я являюсь учителем польского языка, да, до уровня С1, довожу людей. Изучаю язык уже шестой год по всем книжкам, читаю польскую литературу и прочие другие книжки, которые мне могут помогать усовершенствовать мой язык, потому что, ну, у меня такой другой пункт чуть-чуть взгляда на польский язык. Так вот, язык является очень-очень важным аспектом. Почему? Потому что с помощью языка мы коммуницируем с людьми, правильно? А человек, который является специалистом в данной профессии, ему есть что рассказать на эту тему. Уж поверьте, очень-очень много блокируется со всех сторон. Ремонтные услуги, арматура, молоток, гвоздь, дюбель, унитаз, что угодно. Человек просто не может это от себя выдать. И, соответственно, сторона евро-сторона, работодатель, смотрит на него уже не как на специалиста, а как на разнорабочего, как подсобника или человека, который имеет две недели опыта в этой работе. Будь это мясокомбинат, будь это завод, швейная фабрика, что угодно. И в этом есть проблема. Поэтому подготовка языка является, как по мне, как человек, который преподает другим людям польский, основой. Даже те, кто уже здесь. Они должны его подучить. Хорошо. Смотрите, а если мы говорим о квалифицированных специалистах, давайте немножечко расскажем, кто это такие. Потому что у большинства людей идет подразумевание, что это IT-специалисты, менеджеры и так далее. И элементарно даже тот же, как вы сказали, сварщик, он может себя таковым не считать. Потому что кажется, что высоко квалифицированы, а вот о понятиях квалифицированы, дадим определение, кто такие. Да, это люди, которые в своих странах, в своем окружении добились каких-то высот, но в своей профессии. Эти высоты могут быть разные. Какие профессии? Сварщики мы уже решили. Сварщики мы уже решили. Мы можем взять... Понимаете, для меня это люди, которые не остановились на начатом. Потому что если он выбирает себе путь быть почтальоном, он может выбрать почтальоном и ходить стирать себе обувь каждый божий день, обходя район. А может сделать так, что он купит себе велосипед, а может купить и машину. И хороший почтальон будет помнить не 15 адресов, а 150 у него будет записано. Он будет ходить по домам и помнить каждого своего, скажем, зрителя, да, тот, кто будет брать у него конверт. Поэтому специалист это тот, кто уверен в себе, если не на 100, но на 95% в выполнении своих действий. Каждый божий день. С понедельника по пятницу, с понедельника по субботу. Это тот, для которого инструментарий, его рабочий инструментарий не является загадкой. Он уже это открыл. Если это IT-специалист, если он не знает, где дисковод, или там, я не знаю, как сделать домин на сайт, это проблема. А обратную связь, если вы понимаете, о чем я. Да, хорошо. То есть, по сути, абсолютно любой человек, который считает себя профессионалом в той или иной области, может обратиться за вашей помощью с той целью, чтобы вы подобрали персонально под его критерии, несомненно, вакансию. Можно я только одно слово. Мы хотим подбирать полет людей, потому что переезд в Польшу, это будет, естественно, посадка. Может быть жесткая, может быть мягкая. Тема другого разговора. Но мы не хотим на его взлете обломать человеку крылья, и чтобы он опять начал с нуля. Мы хотим на 50% снизить его опыт, но не на ноль. Потому что переезд, ну, 90% это на ноль сходится. Угу. Действительно, очень важные вещи, да, потому что, вот как вы уже сказали, что часто бывает, да, это, так сказать, квалифицированный специалист, у него нет никакого языка. Ну, да, ты сварщик, но ты, как правильно сказали, пойдешь на пуре. Чтобы такого не допустить. Как тогда этим людям начинать учить язык в своей стране уже? Знаете, мой жизненный опыт, вот я сейчас говорю по-польски так, как умею, так, как понимаю. Я начал изучение непосредственно в Польше, изучение польского языка. Я изучал английский 12 лет, ходя в школу и ходя к репетиторам. Я английского, как польского, не знаю. Договориться, конечно же, могу. Так как я себя буду чувствовать по-английски так же, как по-польски, не совсем. Поэтому я считаю, я считаю, когда вы в Польше, не нужно, не нужно забывать этот вопрос языковой. То есть я приехал на работу, у меня есть работа, у меня есть хостел, у меня есть какой-то дом. Мне это не надо, я уже здесь, все, вопрос решен. У меня есть заработная плата, у меня есть жена, дай бог, чтобы она переехала. И для меня Польша закрыта. И очень-очень есть много профессий, которые ограничивают людей от изучения и от ассимиляции в данной стране. В основном все профессии так делают. Хорошо, поняла. В принципе, да, такой момент действительно очень интересный, на него можно очень долго разговаривать. Но если вернемся к вашей компании, то есть это одно из направлений. То, чем занимается конкретно ваша компания, видим, что это очень интересная деятельность. И можно снять даже какой-то отдельный видеоролик, да, на более квалифицированные специалисты, путь, иммиграция и так далее. Если возвращаемся к вашей компании, чем еще вы занимаетесь? Вот буквально, я кто еще ему виноват, мы открыли другое направление, которое с самого старта, дай бог, пошло вверх. Это ремонтно-оделочные работы. Очень интересное направление, поскольку люди уже так тут оперились, что даже могут покупать себе квартиры. Потому что раньше этого не было. Раньше иммиграция была дневная, недельная, месячная. А сейчас она уже идет годами. И поэтому мы хотим помочь людям не только с языком, не только с профессией, а еще мы хотим зайти с той стороны уюта, чтобы сделать их дом, квартиру, особняк, сауну, что угодно лучше, уютнее, красивее и более европейского стиля, да, как скажем так. Поэтому это направление открылось недавно, мы с успехом идем вперед. У нас есть пару бригад рабочих, которые работают с понедельника по воскресенье, но тут самое важное, я чуть-чуть навяжу к той теме, о них никто не забывает. Человек, который работает с понедельника по субботу, воскресенье, у него есть курсы польского языка, он пойдет в полициальную школу, еще услышит польскую речь относительно языка, да, как бы, вот это хотел бы сказать. Еще одно направление, это, естественно, образование. Образование, у него не было некого подспорья, да, со стороны Польши. Люди высылали из наших стран, у нас есть университет в Варшаве, едьте туда, а я приеду, а я буду на вокзале, а я не знаю, как сказать, я не знаю, как поменять доллары, деньги. И вот это подспорье мы принесли не в центре города будет офис в Астане и в Москве. Мы тут территориально по всей Польше имеем костыль, костыль для людей, которые приехали. В других городах тоже у вас есть партнеры, да? У нас есть партнеры непосредственно. И еще, позвольте похвастаться, транспортные средства, когда в течение, там, Польша не является большой страной, поэтому в течение четырех часов мы доезжаем до наших учеников, которые есть и в Кракаре, и в Люблине, и в Аброцлаве, и решаем все вопросы любого уровня и сложности. Хорошо, в принципе, очень интересно то, что вы рассказываете, да, то есть я говорю, что нужно планировать как-то линейку видео, и темы уже раскрываются более подробно для студентов, для сварщиков, для медиков и тому подобное. Окей, давайте чем подытожим наше видео, что, может быть, забыла сказать, что-то, может быть, важное? Хотел бы подытожить, спасибо вам за примечание языка. Я бы вам советовал, просматривая это видео, задуматься над уровнем вашей подготовки к приезду в Польшу или в основном в Европу, потому что я, как студент, да, европейского вуза, общаюсь с другими европейскими вузами, у нас есть какие-то совместные работы, и у всех есть одна проблема, вот этот вот язык, а язык нам позволит внедриться в сердцевину вот этой вот страны, потому что ассимиляция без языка, принять страну, принять менталитет, принять гимн, принять костел, это все хорошо, но нужно знать, о чем говорят в костеле, о чем поется в гимне, и какие права и обязанности есть у каждого из нас. Это уже такой юридический аспект, но я желаю всем легкого изучения польского языка. Он на самом деле не такой уж скупой и не такой малоизвестный, очень красивый язык, поэтому всем советую изучать польский язык. Да, вы знаете, вот здесь замечу, что в принципе многие, когда слышат его впервые, они начинают видеть, что это какой-то смешной язык, это искаженный русский или вместе с украинским, но люди, когда его постигают уже более на серьезном уровне, они перестают вообще так думать. И, конечно, то, о чем говорите вы сейчас, это отчасти и такой звоночек для меня, потому что, несмотря на то, что я нахожусь здесь, я работаю в русскоговорящей компании, все сотрудники владеют исключительно русским языком, да, мы работаем на международном уровне и именно с клиентами стран СНГ, вот, поэтому есть определенные сложности тоже, да, в изучении, но я, например, выбрала для себя такой формат, встречаясь с репетитором, ну, в кафешках, когда это можно было сейчас в офисе в своем, и мы просто разговариваем на любые темы. Очень-очень хороший формат по-живому, но иногда для этого формата не хватает, не хватает слов, чтобы объяснить так, и человек в этом формате может начать не любить этот язык, потому что, когда я вас спрошу, какой сегодня день и какая была погода, вы скажете просто про то, что светит солнце, и на этом вы погодные условия закроете для себя. Вы можете забиться в угол и сказать, ну, я могу сказать только про солнце, я могу сказать только про дождь, и все. А для этого нужно подкрепление, конечно, словарем, но я такой формат поддерживаю, конечно, конечно. Я со всеми своими учениками разговариваю, спрашиваю, как прошла неделя, а потом рассказываю что-то от себя. Да, но предварительно тоже я прошла какие-то курсы там до уровня А2, чтобы что-то примерно таком понимать, да. Ну, скажем вот так вот. Ну, будем, наверное, тогда закругляться и планировать другие видео. Всем тогда спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мы обязательно поможем вам при переезде как в Польшу, так и в любую другую страну. Конечно, спасибо. Всем пока.